Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Думать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну да, все один в один. Как было, так и есть. Такие же люди, с такими же сердцами, как сказать, неискренними к Богу, называют себя верующими, такие же слепые по отношению к тому, что происходит у них внутри, среди их народа. Как это там, люди там, Сергей, которого сейчас в тюрьме, да, Света, как он там? Драмат. Да, что он говорил там, когда выводим эту канавку, где там никто не пройдет. Раз, прошли, все разворили, поугинялись. Ну, а оказался уже пробоком. Уже пробоком, да, и есть еще в этом, в Серафиме Саровска тоже стоит канавка, там надо 150 пройти, 150 раз прочитать. Везде уделы Богородицы, везде вообще. Новороссия, там, Греция, там, на фоне, везде она где-то, что тут не являлась. И главное, нет ни одного места Писания, ничего, чтобы указывало, что если явится какой-то ангел или Богородица и что-то скажет, то это что-то значит для Церкви. Все, вопреки Писану, абсолютно. Нигде этого ничего не сказано. А если мы посмотрим, у нас все много-много чего, основно просто на видениях. А вот я у Иоанна Грибанова ролик видел, не знаю, видели на канале, он там нашел Григория Двое Слово. Они с каким-то епископом, посылали какому-то епископу послание, письмо, чтобы тот настолько воззаревновал, что взял иконы все, выбрасывал из храма, вообще все поубирал, запретил. Он говорит, ну ладно, объясняет тем, что нельзя им поклоняться. Он говорит, ну поклоняться и мы, вроде как согласны, не надо поклоняться. Но это святые изображения, простец зашел в храм, он говорит, не научен. А так, на изображение посмотрел, он же понимает, о чем речь идет. Как картина. Да, как картина, что не надо этого делать, поклоняться, да, говорит, не надо. Вот, и он такое получение нашел. А был же какой-то царь, который повесил эти иконы, чтобы люди не могли доставать до него? А он, это, не царь, который у нас есть. Лев Исаварянин, что ли? Лев, да. Лев Исаварянин. Лев Исаварянин. Это перед седьмым вселенским, перед наборчатым. Да, вот это. Ты должен знать пределы. Почему Игнатих Игоревич говорит, что когда сектанты обеседуешь, о священных изображениях ты можешь пообили доказать, а о поклонении, тут уста закрыто все, уже ничего не надо. Да. Ты только можешь об обращении дальше святых переходить, об обращении святых. Есть два вопроса, можно разделить. Если Господь действительно дал священное изображение, которое в храме, то есть он есть священное, есть нечестивое изображение. Вот это он запретил вообще использовать, а священный разрешил. И дальше уже идет об обращении к святым. То есть все, а это как напоминание получается. Но так как они освящены в храме, то есть молитвы, все церковное, оно священное становится. То есть уже к нему с ними нельзя обращаться, не сжигать их, не хулить. Единственное, можно как-то это объяснить, что вот с стихом писания из евреев вы тут приступили к Гарри Сеулу, да, вот в этом храме? То есть молитвы приступили. Да, молитвы, обета, то есть одинаково, что ты молишься перед иконой, и что не перед иконой, тому же человеку. Да, на вас тоже молишься. То есть, да, того же молитвы. Это разницы никакой нет. С иконой кому-то легче даже. Ничего не представляет. Ну да, тебя ничего не отвлекает. И там оно, бесстрастные лики, они бесстрастные, которые, ну и сами лики вызывают благовение. Но это, как всегда, церковное искусство, и пение, и все, которое освещает чувства. Это все, да, располагает. Но это так располагает, что человек может, в принципе, сильно умилиться, ничего вообще не зная, не веруя по Писанию, по Евангелии. То есть, вот как, допустим, эти послы от Руси, да, от Владимира, они пришли в храм Святой Софии, в Константинополе. Наверное, там самых лучших созвали, там, деканов, кто там послужил архиереем. Ну, самый лучший в Византии, представляете? Там кадила, не так просто, а там такие были сделаны, как отверстия в полу. И кадильный дым оттуда еще восходил. Все это наполнялось с этим хором. И действительно, эти звуки благочестивые все. Что там происходит, золотые одежды, как они, священники, ходят как ангелы. И они не поняли, где они, то ли на небе, то ли на земле. То есть, это было воздействие чисто через чувства на них. Они через чувства уверовали. И они очень захотели так же. И все, почти потом, все храмы, которые есть основные, которые ставят, они все, поэтому, вот, как бы, пытались пародировать в Византии. Вообще Россия, она и пытается пародировать во всем. В Византии. Может быть, на это упираются у нас наши священные в начале вот эти храмы, все Христа, Спасителя. Там же очень все величественно. Может, скажем, если те уверуют от этого, может быть, и другие люди уверуют. Нет, это о том, что говорил Господь в Евангелии, когда ученики говорят, смотри, какие камни. И какие здания. Какие здания, да. В образец поставили. А это все, оказывается, и он ответил, что? Мы вчера фильм уже смотрели, ими. Отец-то идет, и сына-то оставляет, ими. Вот здесь, говорит, Бог живет, кто его не разрушит. Ну, и учет, что если грешить не будет. Да, и вот Господь как раз и ответил этим смыслом. Когда ученики сказали, что какие здания, какие. Он говорит, истинно, говорю, он не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. То есть не это главное. А главное то, что народ уклонится. Грех. Самое главное, показать, что отец-то учит правильно его, а соглашается с тем же, с левой стороны, как говорится. И Иеремия вчера первое-первыхое. Учение правильное? Да, вот мы же слышим, читы-то наши тоже здесь известны. Они тоже говорят правильно все, а соглашаются с тем, что вопреки тому, что они учат. Иеремия хорошо вчера сказал первое проповедь. Вы говорили, что храм Господний, храм Господний. Они сами там перечисляют всякие грехи, какие вы делали, а не делали. И по лицам видно, что они все это обличают. Ну смысл в том, что если ты доступ умеешь к святыне реальной, то это тебя не спасает, а только ты получаешь большее осуждение при условиях, если ты грешишь еще большее. Если ты поднимаешь руки перед престолом, как вот это я знаю, Георгий Максимов рассказывал, что то, что священник переживает, что происходит в алтаре, в момент, видимо, священного присутствия, это, говорит, никогда нельзя ничем передать. И как бы те священники, которых там, не знаю, извергают, и которые не расстраиваются об этом, они там все много, они много что теряют, очень сильно. Но он забыл добавить, что это все ничего не дает для вечной жизни. Это как дар просто Божий, который их подкрепляет. То есть, что ты получал там при алтаре, если ты остался и не учишь народ, нечестивый, ты будешь сугубо осуждение. То есть, на головах только епископы стоят. То есть, епископ только ниже еще. Это ничего не дает вечной жизни, вообще. Никакие дары, никакие чудотворения, ничего не дают, так как они не по трудам твоим, а как бы Божий дар. Кому много дано, с того много спросится. А это действительно так. А мы что можем наблюдать? Вообще полное неближение. Дано много, а кому-то вообще не определишь, это вообще верующий человек или нет. Ну, я не веду про существ. Сейчас вообще это... Да, вчера фильм, конечно, и сейчас-то просто начали смотреть. Действительно, вообще полностью копируют всего нашу ситуацию. Сняли же протестанты, да? А вот по поводу... Марина Акимовна говорила, что да, это вот наше состояние, мы должны следить с собой каждый день. Вот эти апокалипсисы, послания сними церквам, и это также семь состояний душ человеческих, в котором он пребывает. То есть человек может быть в одном состоянии утром, вечером в другом состоянии. Уже быть противником Божьим. Будучи его. Ну, он Андрея Устина говорил, как-то мы с ним ехали, он нас отвозил в город, он говорит, смотри, такие ревностные падают, братья, сестры, удивляюсь, страх просто наводит. Он-то себе не считает таким ревностным. А там благовестники, Андрей Устина, он говорит, что-то благовестует, там все, и раз, и такое падение, крушение, даже страшно становится. Ну, о спасении, когда думаешь, спасусь-то я. Вопросом задаю, что-то. Соблазн какой, да, когда брат крепкие двери не падает? Да. Да, да, да. Он собой увлекает еще. Это вообще страшно. В том-то весь вопрос, что чем выше человек, тем при падении его, он увлекает за собой, как дьявол, еще больше. Потому что на нем держится много чего. Поражу пастыря, рассеять у овца. Это касается пастыря, но это касается и тех, все-таки кто крепко стоит, ну, толпы, как бы, такие определенные. Поэтому, как в стихе, в Писании написано, что «Да не постромиться во мне никто уповающий на тебя». Да не постреляться во мне. Да, уповающие. Все уповающие на тебя, Господь. Да. Это, по-моему, 68-й псалом же, да? Кажется. Ваши перепон же есть. Ваши перепон же есть. Большая ответственность. Вечера тоже стал в лесу-то работой, и вопрос задался с братьями. Где там это сказано, что ты тут найден, лечи пустоты там. Тоже раз по телефону, по-моему, сразу же, Данил, 5-27. Текер. Ты взвешеный на один пус. Пустоты, что-то такое-то. То есть, а в глазах людей нужно быть совершенно непустым? Да. Если имеешь потенциал, еще и все, часть еще. А может быть, наоборот, да? В глазах людей незначительно, а в глазах Божьих, великих. Какой стих? 68-7. Пустоты. А, 68-7. Да не постыдятся во мне, надеющиеся на Тебя, Господи Божьей сил. Да не посравняться во мне, ищущие Тебя, Божий Израиль. Этот стих должен поддерживать многих. И вообще, его наизусть надо знать и перед напарником держать. И, кстати, на молитву нужно почувствовать. Седьмой, восьмой. А кто? Пустоты. Пустоты. 68-78. 68. Лука, 14 глава, 1 по 6 стих. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал перед него человек, страждущий водяную болезнь. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустили. Иисус сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. В другом месте написано и посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца. Это у Марка Павла. Толкование. Господь, хотя сдал развращение фарисеев, однако же входил в дом их. Входил, потому что заботился о пользе их душ. Ибо они, если желали, могли бы получить себе пользу то от слов его и учения, то от проявления знамений. И главное, у них все инструменты были стать апостолами. Вот еще. То есть они враги, вот сейчас, в данном случае, противник Христов. Но стоит им обратиться, они могут стать самыми лучшими апостолами. Почему? У них все знания, есть заповеди, они все имеют. И главное, радиогета отца. Господь-то обещал. Да. Он только этого и ждет, чтобы не апостолить. Никто из язычников таким быть не мог, как иудей, обратившись к христианям. Яркий пример апостол Павлов только с ним. Да, да, да. А был-то какой, да, считай, гнал церковь, а Златоуз говорит, выше Павла вообще никого нет. Это значит, что вот и православные, и сейчас, у них всегда есть вот этот шанс стать лучшими проповедниками, лучшими служителями Божьими. У них есть инструменты для этого все. А так и есть. Мы на личных примерах это убеждаемся. Если человек в храм ходил, ничего не знал, а потом обращается, у него просто ревность такая, горение у человека. И то, что он приобрел до этого, у него не пропадает, оно как бы все воскрешает, вправе, везде все. Поэтому это лучшие кадры Божьи. Господь обличает неразумие тех, кои намеревали упрекнуть его. Поэтому и спрашивает, позволительно ли лечить в субботу или нет? Неявно ли он позорит их, как безумных? Ибо тогда, когда сам Бог благоволил субботу, они возбраняют делать добро ону и таким образом делают ее проклятой. Получается, суббота проклятая для людей, представляете, если он не исцелиться не может, ни добро никакое делать. То есть, если, как раз, в субботу они в добро запрещают делать, тогда, что за суббота такая проклятая? Если не добро, то зло там только остается. Можно вопрос? А вот суббота у Евреев, суббота, а у нас воскресенье. Так что, суббота или воскресенье? Суббота, она как прообразовывала воскресенье уже в нашем. То есть, для нас это воскресенье или все-таки суббота? Для нас это воскресенье. Но скорее воскресенье в продолжении субботы. Она указывала на субботу. Хотя не отменяется. Суббота не отменялась. Суббота не отменяется. Но вот это все привилегии субботы по поводу покоя они все перешли в воскресенье некоторые соблюдаются субботу и воскресенье да и кстати первые христиане так и делали и по великим постом пост уже в субботу воскресенье отменяется в субботу церковь это не говорят хотя богослужение все в шестом это предусмотрено вот это как воскресенье вот она как солнце запевает луну волна остается и кстати об этом еще злоту сказал в свое время да что суббота это уже не пост по щит почти почитал ниже до что великим постом десятину выходит до великий пост получается ровно 36 с половиной дней весь весь половины отличается суббота воскресенье от всех и получается ровно 36 половина это прям даже с половиной пока как 365 дней в году ровно дистину получается не пожелание правильно принимается два праздника который выпадает суббота и воскресенье это о чем говорит это говорит о том что это суббота и читается все равно меньше вот я тут а у нас отвечал по поводу суббота да вам уже зачем я долго разбирался это самый сложный вопрос по поводу суббота скидни один из сложнейших в плане объяснить сектантом не просим танцам не да и тут писание нас сильно знаете прям глубокий смысл понимать по поводу суббота это реально сложный вопрос сложный но он простой если разорваться вот в подлинном смысле именно христиане празднуется год в подлинном смысле не прибывает подлинной субботе каждый день распознаться вот свобода криха такой от грехов а вообще были субботы и стены наступли после всеобщего воскресенья то есть и сейчас даже мне не входим да и добавлю брат потому подтверждение как христос говорит придите ко мне все труждающие себе примененные его покои у вас то есть подлинны покой суббота это воскресе воскресный день то есть когда господь воскрес освобождены были от грехов то есть после воскресения вот само собой да это получается в субботу как бы не надо проститься а вот священники например по три дня назначают вот это четверг пятница и суббота это недавно это недавнее правило на самом деле она появилась может правило практика нет нет среда 4 5 у нас бабушка серафим еще это субботу просто мясо не есть вот если причастие воскресения в рыбу есть а понедельник это из монастырей просто они понедельник еще постятся кроме среды и пятницы ветхозаветную субботу указывал на воскресенье освобождение от работы грехов произошло воскресенье христа суббота шаббат переводится вешка начать покой покой от грехов наступил день воскресный а истинный покой во всех смыслах наступит в царстве божием евреям 4 глава 9 50 стих посему для народа божия еще остается субботство и бы кто вошел в покой его тот и сам успокоился отдел своих как и бог от своих от своих каких грехов в данном случае нет но здесь надо иметь в а в том смысле когда туда от таких даже просто делал это суеты всякой которая не будет вовсе потом вылечу воскресенье да и так субботу можно узнать четырех значениях суббота первое окончание акта творения богом всего видим мира до наступил первый суббот бытие 22 и совершил бог седьмому дню дела свои которые он делал и почил день седьмые от всех дел своих которые делал второе суббота данная законом божьим еврейскому народу хранение которое заключалось хранение покоя от работы повседневной но так как все все ветхозаветное есть только образ будущих благ которое должно было исполниться то образ субботы исполнился в новом завете с пришествием христа иудеи многие не поняли на что указывала законная суббота именно поэтому они всячески ополчались на христа когда он им показывал что означает подлинную суббота вода греха он освобождала и от болезни то есть он им указывал марка 3 глава 2 5 стих и наблюдали за ним не исцелит его в субботу чтобы обвинить его он же говорит человеку имевшему и сохшую руку встань на середину а им говорит должен ли в субботу добро делать или зло делать душу спасти или погубить но они молчали и возрев на них с гневом скорбя об ожесточении сердец и говорит тому человеку протяни руку твою и он протянул и стала рука его здорово как другая христос показал что подлинное значение субботы в хранении себя от работы греху и в творении добрых дел и это уже истинный смысл субботы раскрытый новом завете 3 суббота 3 суббота да еще какое значение которое раскрыл христос освободил нас вот и есть работой греху если здесь добрые дела тут еще свободно греху ивана 8 34 иисус отвечала истинно истинно говорю вам всякий делающий грех если раб греха римлян 6 глава 17 20 20 20 освободившись от греха вы стали рабами праведности ибо когда вы были рабами греха тогда были свободы от праведности но ныне когда вы освободились от греха и стали рабами богу плод же ваш есть святость а конец жизнь вечная ивана 8 35 36 но раб не пребывает доме вечно сын пребывает вечно итак если сын освободит вас что истины свободно будете когда это стало возможно освободиться от рабства греха когда христос воскрес разорвав узы ада и отныне христиане отмечают воскресный день как более славный на который указывал суббота и вот мы читаем много из пророчества об этом дне захария 3 глава 8 по 10 стих и изглажу грех земли сей в один день какой день не в субботу воскресный и спасет господь их в тот день как овец народ своего подобно камням венце они высеют на земле его захарий 9 16 тот день воскресный в тот день откроется источник дому давидову и жителям иерусалима для мытья греха и нечистоты захарий 13 1 отныне это субботство и есть жизнь во христе свобода от рабства греху труд в духе святом в любви божией 4 и самая последняя суббота во всех смыслах наступит после страшного суда тогда наступит покой не только отдел греховных но и от тления и смерти и от суеты и чудо но тени это и суета суетой занимаешься это смерть тление и все те субботы ведут той самой последней субботе в царстве божьем 1 колинфян 2 9 но как написано не видел того класс не слышал того не слышал ухо и не приходило на сердце человеку что приготовил бог любящим его 1 колинфян 12 теперь мы видим как бы свой тусклое гадательно тогда же лицом к лицу теперь знаю я отчасти а тогда познаю подобно как я познан поэтому все это что касалось субботы еврейский ну то есть как они относились к субботе по-настоящему по правилам так она приносится воскресенье добру добр делать делать можно добрые но не повседневные допустим полить цветы там да там но я имею ввиду на саду работы там палат пахать картошку садить картошку садить это вслух воскресенье делать нельзя за гребами ходить можно за а все что это вот отдых уже считается не работа а если экстренная работа можно то есть допустим прорвало там трубы это все можно это добро аварийные аварийные ситуации все это можно снегом засыпал дорогу что ты не пройдешь храм это можно просить устранить устранять ну и что касается храмовой работы в храме там один то есть те кто там сторожа в храмовой работа они работают эти дни нас еще есть дополняется то что мы зимой живем то есть топить приходится топить это все а вот допустим позвала там не знаю мама или папа позвали на огород работать это нельзя работать или священник там позвал пойдем в субботу воскресенье санитарный день до в храме убираться воскресенье другой день могут субботу не это надо нас должны соблюдать а исключение вот только работы которые экстренного характера который без которых невозможно это охрана медицина животноводство вот такие пожарники до пожарный это тоже это вообще не говорят об этом у нас субботу но вообще-то четвертую заповедь православие вообще не соблюдать вообще не понимаю просто а ты как говорит работать что это более ты сегодня работаешь в такси ремонт я говорю нет как сегодня же воскресенье и людей работа на себя священные вот так уже принято вот если себе выше всего выше всего и очень трудно что-либо тут изменить ибо не благословен в тот день который не совершается никакого доброго дела как они они под проклятие подводит его когда запрещают дело доброго но они поняв чему клонится вопрос умолчали они поняли что если можно добро делать все нельзя его обвинить в тупик поставил то есть как злостник в тупик поставил то постоянно содержит смысле что он перед богом и бог видит его тот будет грешить сколь можно меньше рука четырнадцатая глава 7 вот это еще предложение еще раз прочитать это важно внимание кто постоянно содержит содержит мысли что он перед богом и бог видит его тот будет грушить сколь можно меньше вот это я сейчас встречается есть правило а есть которые и я просто владимир он же обещал вот это вообще как образец там же у нас там заканчивается я беру тоже что с тяжелым я это есть спасти хрисов брать передать иначе это календарь что да кстати можете взять ты можешь кому-нибудь подарить кому-то хочет мне здесь именно старые годами если объяснить суть вот этого указания это для богослужения те кто на клиросе там им это надо какой-то послал читать это но по нему учиться конечно да нет 23 23 23 тысяча с лишним ну я вот это могу взять вот это одно я как-то у священника взял целую коробку таких а потом когда тихоныч горит говорит в храме божьем даже говорит нельзя агарок свечи брать я все гарки все 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 собралось священнику опять хочу еще 5000 сверху долгий может не означает что раньше брал а сейчас по благословению то я возьму буду стою лично не будет библиотеки я еще хотел добавить к этому ну ходить перед богом стих писания сирах помню последние свои а помни о конце своему веке согрешишь переводил свой ум вадим не про так себя приводил нету сейчас дизайн концерта Просто бывают разные ситуации, а место описания к разным ситуациям подходит. Суть всех грехов заключается, что человек отвлекается, а не помнишь, что перед Богом ходит. Потому что если Бога нет, соответственно, человек удерживает себя только перед людьми. А если людей нет, греха нет, никто не знает, соответственно, нет ничего. Все неверующие только так обсуждают. Если ничего нет, то ничего не нет. Как будто ничего и не было. Поэтому камеры, то, что наставили... Почему их наставил государство? Потому что это реально уменьшает количество преступлений. Они знают, что их видят, их могут найти. То, что все знают верующие по поводу Бога. Потому что он видит их, и он потом их на суд приведет. Потому что когда даже неверующие там снимают, то вот обличают... ...последний справедливо не согрешешься. ...седьмой главатой и свободы. Где люди слятся, они боятся камеры. То есть, как понятно, человек скрывается в себе. И вот этот Игнатихович понял свойство души. То есть, получается, человек не... То есть, кто боится камеры, боится камеры именно. Как правило, он, значит, не ходит перед Богом. У него нет навыка выработанного, что его постоянно видят. И приведет его к ответу кто-то. Да, из-за этого страх перед камерой. Поэтому Игнатихович постоянно камеру видит, чтобы приучать к тому, что его постоянно видит Господь. То есть, это... И вот удивительно, вот эти показали старобрядцы, да, как они... Были такие набожные должны быть, набожные. И ничего, у них огромный сильный страх перед камерой. Как будто нету страшных, как будто Бог ничего не описывает. И... Бывают те вещи, которые ты не можешь показывать, потому что тебя за... Ну... Есть враги. Вот почему люди боятся камеры? Вот, Ефесян, 5 глава, 13 стих. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. То есть, а что боится? Ну, значит, грехи какие-то там есть. Что-то скрываешь там и... А мне вот кажется, старобрядцы, они... Ой, ну да. Они это... Боятся камер, потому что они же ушли от мира ради сохранения своих традиций. И, может быть, они еще от этого, что придут. Это катакомбная привычка. Это катакомбная привычка. Ну, это нельзя это отнять. Но надо понять, что это привычка. Опять-таки, причина имеет... Ну, то есть, она уже сло сочетается вместе со страхом, что ты перед Богом не ходишь. Да, и это ревность не по разуму. Потому что вы же свет есть. Тебя все равно, если тебя Господь светильником поставил, тебя должны все видеть. Хочешь ты этого видеть. Там, где хранение тайных знаний, это всегда тщеславие и... Это... Набивка авторитета всегда. И к этому всегда должны добавляться какие-то чудеса. Иконы там... То есть, вот сочетание. Вот эти три столбана, которые держатся... Это... Тайные знания. Обязательно не должно быть. То есть, авторитет этим самым и чудеса. И все. Тогда народ вокруг путится. Обязательно вот это удерживать, вот эту дистанцию между... Чтобы они ничего не знали, а ты владеешь. И к этому служит церковно-славянский язык. Сложность вот этих благослужений. Чтобы нельзя было проникнуть в любовь. Вот просто от того, что он поверил в Бога, легко. И с Богом не мог проникнуть туда. А люди как раз... Вот я сколько замечал у нас даже, которые духовные падения совершили. Там братья. Вот. Видно, что ревностно начали... Только в Евангелии они держались. Они только начали искать каких-то тайных знаний. Там, что у Адама какая-то другая там была. Жена там начинает. То есть, ну где-то насчитали что-то там. А, ну это... В Писании же написано. Нету про нее вообще упоминаний какого. Но это было же там где-то сохранилось в источниках. Ну зачем тебе об этом-то говорить? Мы так стали читать Библию. И они к нам подошли. Начали слушать. И потом вопросы. Мы с ними полтора часа беседовали. Ну и дошло до дела до души. Да, но они в душу не верят, что как отдельная субстанция после смерти куда-то уходит. Нет у них этого. Нет у них этого. И они соответственно... И вот это место Писания, бытие, да, где сыны Божьи выходили за дачей человеческих. Они говорят, это ангелы. Я говорю, нет, конечно же, это люди. Как могут ангелы, да, это выходить? Как это ангелы? Они женились и вот рождались какие-то там исполины. Их это так тянет. И главное. И она говорит, а где написано, что это человек? Что это вот сыны Божьи, это человеки. Я ответ на этот вопрос не знал тогда. Ну как бы, где это написано, что вот так, напрямую написано, что это сыны Божьи, это речь о человеке. И буквально прям Писание мы открываем. И сейчас это найдем. Это Господь так сделал. Ну, коротко. А Зала Блатонус как раз это все объясняет. То есть толкование есть. Нет, это я знал, да. Я знал, как объяснить. А они просили, где в Писании написано, что сыны Божьи, это человеки. Вот. Можно книги, когда брат умеет. Сейчас я это покрываю. Вы же туда, что ли? Вот. И прямо мы читаем, мы говорим, как в Писании написано. Но я это еще не вижу. Сразу же прям вижу этот стих, представляешь? В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И они стали рожать им где-то сильные издали славные люди. То есть Бог, Он на кого вознялся? И увидел Господь Бог, что велико возвращение человеков на земле. Не ангелов уже, а развращение. Если бы, получается, и ангелов было бы, а человеков. Я говорю, такое же написано. Развращение человека. А какое их место в Писании? Бытие, 6 глава, 5 стих. Прямо? Прямо. Замолчать. Одночисто трялое, что это возвращение человека. Я говорю, если бы не ангел, как писало, и ангелы... Ангелы еще тем более бестелесные. Очень делать. Тут еще это нужно. Бестелесные. И притом, Он говорит, что у нас, люди будут, кажется, в Сахстве Божьем как ангелы. Не жениться, не выходить замуж. И будет, как прибавить к Каиновым людям. А тут, получается, все наоборот. Она не женится. Сукупляется. Даже в голову не может быть. Самое интересное, что... Как можно это поверить? У меня даже не было. Хотя святые от сыновых, которые все так считают. Интересно. А из Полина? Это Каинов дети, да? Это от дочерей Каиновых. В сочетании с сыновьями Сифовыми. А, с сыновьями. С сыновья от Сифы уже пошло. Это то же самое, что есть верующие, а есть неверующие. Ну, в общем, это вещь о том, да. Что нельзя верующим с неверующим жениться. Вот это, о чем лечь. И Бог это ревность, но он за это потоп навел на землю. Знаете, почему грехи при любодеянии и грехи, все, что связано с браком, они непоправимы практически. То есть у него нет возврата, нет разрешения. А люди всячески стараются себя в этом оправдать. Как, говорит, я верующий, я женился на иноверочке, а что? И приводят стих Павла не к месту, говорит. А почему ты, говорит, не знаешь, знаешь муж, спасешь ли жену или ты жена спасешь ли мужа? То есть все извратили. У Даниила Союза написано об этом. Когда речь о мусульманах идет, там же тоже вопрос о браке встает. Он тоже это разбирает. Вот. Есть одно исключение, при котором человек, христианин, может жить с сыном веркой. С сыном веркой или с язычницей. Когда они были оба неверующие, и она приняла, и он принял православие. Тогда, написано, не оставляй жену. Во время брака уже. Во время брака, да. Если он был уже верующий, хрещеный, пусть хрещеный, и жениться на степле, а не на верке, брак должен быть. Все, ты, потому что во грехе живешь. А во грехе живешь, как же в Царство Божие нераскаянный пойдешь? Потому что только в Господе может быть. Где-то есть в Библии, я не знаю, что свою дочь кто-то поручил своему работнику, чтобы он проводил ее туда, где она может выбрать себе как бы жениха, и сказал, вот все можно. Только чтобы было наше, единственное, что нельзя, и чтобы обязательно была наша вера. Или из нашего рода что-то? Да. Да. Я даже знаю, что православие в христианстве тоже так. В книге Витавита тоже. Когда стены отправляют говорить, выбрать кого надо. Да. Так это, смотрите, Бог потопил за эту землю, за нечестивое смешение. Он же сказал. Потом, когда из Вавилонского хрена, в Вавилонском хрена еще ездно провел великий браководный процесс. Господь не давал благословения ни на постройку храма, ни на восстановление иудейского народа перед глазами Божьими, и пока все мужи не разведутся со своими женами, и причем из всех детей, все это отвлекается. Как представить их, что у них творилось? Представлять нечего. Собака? Собака? Шарик. Собака пришла? Собака пришла? Собака пришла? Ну, человек же. Можно мне поставить? Да, да. К собачке. Брат. Все, можно запасить. Да, да. Поставь что-то. Да, да. Мне там вкусняшки для него. Собака. Достойно есть я кого истину, Блажите Тя, Богородицу, Весь во блаженную и клинепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истинья Бога Слова Рошую, Сущую Богородицу Тя величаем. Георгий, поблагодари. Господь милосердный, мы благодарим Тебя за возможность добраться здесь. Благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за все, за веру нашу истинную, За возможность молиться Тебе, Господи. Благослови наших братьев, Благослови нашего наставника, Укрепи его телесно, духовно. Тебе, Боже, слава, очисти, Поклонение Отец, Сына и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. А зачем тебе надо сейчас? Нельзя сейчас. Зачем? Сейчас, завтра. Такой же. Чего раз ты просто пошла на царику? Сейчас, ешь? Ты что-то ешь? Чего раз ты просто захотел и пошла на царику? Когда будете есть еду или еще что-то. Или гулять. А так просто, что-то нужно. Мне даже гладить нельзя просто. Все. Я уже не могуłości. Я... 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 Я...